Истории созидательного духа. История 22. Остановить и обезвредить. Корпорация Тяньши развивалась очень быстро. Одних это восхищало, других наводило на мысли о возможности поживиться. Были случаи, когда злоумышленники требовали 2 миллиона юаней, угрожая рассыпать отраву в производственном цехе или обвиняли корпорацию в смерти своего родственника и вымогали миллион. Часто в день поминовения усопших в родном селе Лидзи Ньюаня появлялись просители и ждали от него подаяния. Он, как правило, не отказывал никому. Но самый опасный случай вымогательства произошел 2 января 2008 года. Около 8 часов утра молодой человек с черным устройством в руке ворвался в здание офиса президента и закричал «Дайте мне 200 тысяч юаней, или я взорву всех! Эй, братишка, мы сейчас же доложим руководству о твоих требованиях!» Попытался успокоить его дежурный охранник. Джан Джунтао, секретарь председателя, вместе с исполнительным директором и другими руководителями бросились к месту инцидента. 200 тысяч юаней – это большая сумма. Ее необходимо заранее заказывать в банке. Пожалуйста, не нервничайте, мы сейчас свяжемся с банком. Началась эвакуация офиса. Исполнительный директор вбежал в кабинет председателя Ли. «Вам следует быстро уйти, лучше всего через задний двор. Я никуда не уйду», – твердо ответил господин Ли Цзиньюань. Как человек, отвечающий за компанию, он не допускал возможности покинуть свой пост и дезертировать. Управление общественной безопасности Тянь Цзиня отправило к месту происшествия более 300 членов группы по борьбе с терроризмом, спецназ и вооруженную полицию. Офис был окружен. Руководители корпорации и силовики искали пути выхода из экстренной ситуации. Полицейские были готовы на самые решительные действия, вплоть до ликвидации террориста. Но господин Ли Цзиньюань сказал, «Этот шантажист – очень молодой человек. Мы не знаем причин его поступка. Но мы должны сохранить ему жизнь. Его нужно заставить покинуть офис и арестовать на открытом пространстве». Председатель руководства корпорации отправился к бандиту и обратился к нему с проникновенными словами. «Вы такой молодой. Подумайте о том, какое горе принесет ваш поступок вашим родителям. Если вы взорвете себя и умрете, смогут ли они вынести такой удар? Вы не выполните свой сыновий долг. Но если вы обезвредите взрывное устройство сейчас, я дам вам прямо сейчас 20 тысяч юаней». Молодой человек сказал, «Хорошо, сначала дайте мне 20 тысяч юаней. А когда вы принесете еще 180 тысяч юаней, мы выйдем вместе». И когда деньги были переданы, он приказал, «Найдите машину, чтобы увезти меня». Машина, высадив террориста в безлюдном месте у Лебединого озера, умчалась прочь, а сам бандит, уже отключивший и снявший взрывное устройство, был скручен выскочившими из засады полицейскими. Органы общественной безопасности оценили мощность взрывчатки. Взрывная волна от сработавшего устройства могла достичь пятого этажа офисного здания. А ведь в офисе в этот день работало более 300 человек. Однако мужество руководства Тяньши, мудрость, умение сконцентрироваться в чрезвычайных ситуациях, человечность и китайская культура сыновьей почтительности помогли нейтрализовать преступника. Бандита приговорили к 16 годам тюремного заключения.